Добрый день, друзья! Вы на канале Уютное Чаепитие. С вами я, Ирина Резвая. У нас все тот же день. У нас суббота. Вот здесь я немного прибралась на этом столе и постелила скатерть. Скатерть эта большая. Я ее сделала пока вдвойне. Часы вы эти видели. И Коля, когда искал, что-то он у меня искал там в этой старой бане на нашем участке, нашел мне вот мои любимые фигурки. Я их поставила пока сюда. Ну, здесь я водичку попиваю. Такая деловая колбаса из этой чашечки. Так, дальше что? Я готовлю кушать. Посуда. Посуду на мою после того, как мужчины покушают. Пока складываю. Значит, здесь у меня картофель и филе бедра индейки. Я его... Ну, была целая вот эта сковорода вот такая. Я все обжарила с луком, с морковью, добавила в картофель, добавила туда сметану, подсолила еще и варится вот такая картошка с мясом. Коля так попросил. Говорит, сделай немножко пожиже. Супа не охота, а хочется что-то такое дурить. Давно такого не ел. Не просто жареное мясо. Ну, а здесь рыба, которую он поймал утром, это ясь. И так я, конечно, его не жарила. Он поджаривается. Я Геннадий Петрович научила так, зеленышками, так вот сделать, пожарить. Накрыть крышечкой, он у меня хорошо обжаривается. Вот такой вот язвы вкусный. Я, конечно, еда не очень, но он так вкусно рассказал, что я так и сделаю. Так еще обжаривается. Крышечка я накрою. Постоит под крышкой и снова переверну. Под паром она, знаете, еще под паром постоит. Вообще будет прелесть. Вот печка, которую мы с утра делали с Колей. Я ее, как уже видите, я ее затопила, она просохла. Немножечко, сразу не буду. Но вот видите, уже другой вид совершенно. А когда побелим, вообще будет красота. В общем, у меня еще очень много дел, друзья. То одно, то другое. Я вообще пока чайник почистила, пока полы намыла, пока вот с печкой, пока тут картошки начистила. В общем, вот так вот все дела и идут. Посмотрите уже сколько времени. Времени уже 3 часа дня. Мужчины позавтракали, 2 раза чая попили, пока их... Говорит, мы на обед придем часиков в 4, и к этому времени не успеваем. Ну, как раз к этому времени у меня будет все готово. И я, наконец-то, оботру все в серванте, чтобы мне уже тут не думалось. И уже займусь окнами. Я займусь окнами, друзья. Очень я рада тому, что хорошо выгружаются ролики. Вот я вам записывала утром, потом все смонтировала, загрузила. И у меня там такой есть... Прям, я не знаю, на миллиметр сдвинешься, на два уже нету интернета. Такое местечко хорошее. Там у меня все в удлинителях. Да, кстати, горит у меня свет только наполовину. Вот здесь не горит, а здесь горит. Нам сделал Геннадий Петрович. Пришел, сделал вот новые... Как их называют? Новые... Ой, я забыла. Вот эти вот белые штуки. Автоматы, вот автоматы. И говорит, тут еще надо много делать. Они же будут делать свет в бане, на улице. Поэтому, говорит, подключу вам пока не все. Я говорю, конечно, у меня тут свет в комнате есть. У меня вот здесь вот такой вот закуточек. И немножко сдвинешь, все. А ночью надо было вот так вот телефон поставить, чтобы связь была. Потому что вот в той стороне, вот там вот, где я показываю, там церковь рядом, а на ней усилитель, наверное, стоит. Там тарелка стоит, интернет. В общем, очень хорошо, когда интернет есть прям замечательно. Но усилитель мне привезут. Вернее, придет усилитель на озонку или установит, и вообще будет красота. Вот мужчины работают, натягивают пароизоляцию. Натянули на крышу, натянули вот там на бока. Я потом вам покажу, пока не буду ходить, мешаться. Потому что не надо там ходить. Сейчас рыбку я уберу с плиты. Нарежу хлебушка, огурчиков, помидорчиков, и будем обедать. Ну все, красота. Настол накрыто. Картошечка горячая. Рыбка мужчина. Все, будут обедать. Вы что там, костер топите? Просто веселеет. Да ладно, что-то подогреваешь, не будь опять. Я пронегрею, просто сейчас. Веселеет костра? Весу-то ночью, что-то. Пусть веселеет было. Ясно. А мы так там весело. Миша, тебе полотенце? Это дай бумажное есть. Раз он не хочет такое брать. Вот это дай вот полотенечко чистое. Сейчас обдует. Обдует. Так, ладно, кушайте, я пошла по своим делам. Обдует ветром. Какие у меня дела? А у меня дел нету, да? Все у Кулюшки дела. Чаек поставь нам. Будет сделано. Не заводи. Будет сделано. Тебе надо? Да. Не кушала? Нет, я потом попозже. Так, все, мужчины пообедали, попили чаю. Васильевна, что заходит? Васильевна, нет? Васильевна, крит, ходит. Васильевна, сюда бы зашла. Я думаю, да, да. Где нету? Не она. Ушла уже? Ну-ка, пойдем. Всякая, Васильевна. Пили чайку уже, проведали, все. Пошли дела опять делать. Она бы Колю бы увидала, Васильевна-то? Нет, нет, не она. Светлана Васильевна? Похожа? Похожа просто. Так, сейчас покажу, какое умывальниче хотим сделать, друзья. Такую вот умывальнику пока лежит здесь. Вынесли его вот из сарая. Очень даже приличный умываться на улице. Вот здесь Коля говорит, сделаю брусочек, чтобы стену так не полоскать рядышком-то, неудобно. Потом либо трубу проведет, может быть, тут раковинку сделает, в канаву трубу, либо, может, тазик поставим. Ну, чтобы мужчинам здесь руки мыть прямо с работы, не в дом идти в раковину. Потому что в раковине у меня и посуда может стоять, и зачем здесь вот умываться. Ну, и летом хорошо тоже умываться. Сейчас, конечно, уже ближе к осени, надо мне баню идти затапливать. Так. Все, хочу вам участок показать. А как начну, как выйду, так они пилят чего-нибудь. Ну, ладно, еще впереди выходной целый. Завтра поэтому покажу. Сейчас пойдемте, друзья, покажу, что сделаем. Коля с Мишей сегодня. Все не так скоро. С самого утра работают, работают, делают, делают. Но они уже обтянулись упороизоляцией. С другой стороны. Сейчас ходить здесь можно. Сейчас пройдем. Обтянули. А, Коля покрасил верх. Листы еще на раз покрыл отработкой. Так, это мне надо, знаете, что... А, так мне там вам не показать наверху-то. Это уж когда будет металл от черепицы, так тогда и покажу. Сейчас. Не, мне не показать вам. Я вам покажу другое. Где они обтянули еще ветровлагозащиту. У них вот здесь уже и под окошки Коля сделал. Вот. Вот здесь потом поставил. Так. Как они называются? Сейчас мне у Коли не спросить. Как же они сейчас? Я у Миши спрошу. Миша, если не наверху, то спрошу. А Миша тоже, наверное, там наверху. Ладно, не буду я их... Ладно, это потом Коля скажет. Я-то не больно тут разбираюсь. Просто вот вам показываю, что сделано под двери. Видите, вырезано под двери. Здесь будет кладовочка с этой стороны. Поэтому здесь ни окон, ничего. А здесь под окна. Александр Петрович идет. А здесь под окна. Я это правильно сделал, да? А? Хроника, короче. А что это неправильно-то? Я ему, к примеру, что-то... Будет дуть. У меня уже крышу краю. Да? Ну, это важно. Что-то делают, да? Соседи, соседи. Так. Отойдем подальше. Коля, который свет нам будет в бане проводить. Говорит, Коля, когда уберешь? В тот раз, помните, я вам говорила? Он говорит, можешь убрать и сжечь. Миша говорит, нельзя сжигать. Но капрон, капрон, видите, она капроновая и горит. Капрон на солнце. В воде нет, а на солнце горит. И вот висит уже с самого начала лета. Или сколько-то, я говорю, сколько уже тут оно висит с самого начала лета. Александр Петрович, что-то спросить хотели у них? Да, много. Нет. Там, крашка там, пошел. Тоже надо. Они тоже только пообедали. И залезли, хотят сегодня доделать. А, Коля уже там листы железные вон делает. Да? Да. И они доделают. Ну, наверное, сегодня листы-то положат. Конек у них тут, по-моему, есть уже. Конек их недолго. Угу. Собрать. Да. Такая... Смотри. Поливать сейчас дожди пойдут, так это... Да, конечно. Вот он и торопится, что крышу скорее начинать оббивать бока и вставлять окна. Окна-то долго. Да? Так, ладно, сейчас торопиться. Куда будем делать? Все вместе все делали. Я так, как за окно подел у нас выходила я сделала. Угу. Это ж сколько у нас? Девять окон. У меня четыре. Будем неделю делать. Ну, у нас маленькие там окна еще. Самое большое это вот та трапеция наверху. Ну, заказали ее уже. Как у Эдика, наверное. Да, только побольше немножко. У него-то она, наверное, поменьше. А хотя, я не знаю, я же издалека смотрела. Как у... У Эдика. Да, да, самая верхняя. Это вот трапеция. Вот она. Не совсем трапеция, еще по бокам вот такая. Вот так вот. Тут что, выборы, что ли, сегодня ходят? Вчера начались. Бродят здесь. Идут, главное, по участку прямо здесь у нас проходят. Не только они ехали. На машину можно заезжать. Я говорю, да ради бога, тут куда поедете? Так они хоть бы спросили бы, да, можно ли пройти. А то хреначат. Ну, это власть. Какая они власть? Власть они. Кто им власть-то дал? Это частная собственность. Дело-то в том, что... Даже не в этом дело. Дело-то в том, что идет стройка. А если кому что, на башку упадет? Отвечать потом за них. Они идут. И идут, пофигу. Это бабка какая-то там, старая, главная. Ворчит, идет. Я же говорила, вторая. Да вот туда надо было сразу, там ехать. Они за это деньги зарабатывают. Так что пускай они ворчат. Я занималась компанией, знаю, что это такое. У меня и Коля заругался. Говорит, что это они ходят, где хотят. Думают, что забора нет, так можно пройти. Так никого и не было, наверное. Да с чего мы здесь все были? Так мы сказали. Они прошли мимо. И мент сзади идет. Я говорю, у нас, говорю, и полиция. Я говорю, да чего нагло. Я говорю, хоть бы сказали, ой, простите, простите. Да, мы тут прошли. Я-то сказала. Я говорю, вы вот сюда идете. Вы видите, стройка идет. Упадет что-нибудь вам? Я говорю, нам за вас отвечать? Идут, пофигу. Вот там же вообще вот не пройти. И все равно идут. На пропалую идут. Я не знаю, конечно. Но все равно они по-другому были бы правы. Почему это? Идет компания. Так это не значит, что надо заходить на частную собственность. Я так считаю. Или хотя бы, ну, правила, да не жалко, но правила приличия должны быть какие-то, да? Ой, извините, мы у вас тут прошли. Ой, вы уж извините, мы тут не спросили разрешения. А то прошли морды кирпичом. А полиция, я думаю, вообще должна быть воспитанной, да? Как-то, я не знаю. Сейчас уже другая. А сейчас уже... Милиция была, а полиция сейчас... Вообще... Мне другие нравятся. Они бы себе-то, небось, домой бы не пустили бы бродить. Тут вообще опасно. Ну, тогда Прошка тоже у вас... Говорит, можно я тут пробегу? Я говорю, пока никого нет, быстренько. Он хотел пробежать, что-то искал. Потому что опасно, если что-то упадет. Он тут то ли собачку искал, то ли чего. Я говорю, Проша, говорю, не бегай по стройке. Не бегай, ради бога, тут очень... Кратовых, наверное, она умерла. Да, 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 да. Я говорю, тут очень опасно. Здесь запнешься, не дай бог, об какую железку, и все. По правилам огорожено, стройка должна быть. Даже у себя дома? Ну, все равно кто-то, мало ли, пройдет. Ну, так по правилам... Казатели должны быть. Ну, по правилам, да. Если бы что-то вернуть... Да я уже Коле сказала, я говорю, если бы, говорю, мы на них тут крупно наехали, они бы тут начали бы. Они бы тут столько нашли всего. Рассказываю Александру Петровичу, как эта компания из пяти человек тут проперлась. Скажи спасибо, что у тебя не разворачивались они. Кто? На машине. Они подъехали. Можно по мосточку? Я говорю, можно. По какому мосточку? Ну, который мы строили. Ага. Я говорю, можно. Я говорю, а только вы куда? А туда, дальше. Я говорю, ну вы не проедете. Я бы сказал, можно, пускай бы они ехали к муле здесь. Да, и там не развернешься, ничего. Они спросили меня про мосточек. Они спросили, что можно там проехать. Нет, они про мосточек. Пришли бы ко мне. Скажу, вы спросили про мосточек. Он, правда, частный. Мы тут пятером строили, но я вам разрешил проезжать. А ни на чем, на лазике? Да нет, этот. На легковой, что ли? На легковой. Господи, как они... Сейчас на легковой машине, ты тут не знаешь, как проехать. И, по-моему, какого-то частника манили. У него там все. И прицеп, и все. Вешло. Но не Логан. Что-то поприличнее. Все, Колюшка, один лист уже прикрутили? Три. Уже три листа прикрутили? Какие вы молодцы. Миша. Ну откуда вот... Они сюда секрет у меня наверху. Кончились у меня вчера еще. Да, я знаю, у тебя они постоянно кончаются. И поджигу. Тоже там у меня на пне. Да, там уже газу нету, видите. А, газ нечиститный. Конечно. Все дорого. Петроич, пошли на рыбалку. Меня Женька звал. Я говорю, сейчас за Радимина ехать. Они на рыбалку. С Настей поехали. Он говорил, заходил сюда. Покатать ее, рыбачка. Как называются укрепители на окнах? Что за укрепители? Снегозащита или как ты сказал? Нет. А как? Сверху брызги, наверное. Нет. Отмалы или, подожди, как-то обойники. Для чего? Не-не-не. Утяжелить. Как? Ригеля. А, ригеля. Вот. Думаю, как мне объяснить, что ты сделал? Ригеля. Это ты сделал только на какое окно? Вот то, которое на входе, да? Да. А на эти еще будешь ставить? Да. Ага. Между балками ставишь. Как это Василий делает. Ты говоришь, что как делал? Местовой. Вот это пилюли. Это не по трактору. Вот это ригель. Это не по лесному. Здесь-то. Да. То же самое, я, Миша. То же самое. Здесь-то какие ригеля? Ригель то же самое. Ой, какая красота сегодня на улице. Ну, надо же. И завтра влаги, блин. Ой, красота. А, до 50 градусов, обещаю. Следующий пятницу, что делать? Нет, к следующей пятнице холода прибудет. Да, да. Неделя хорошая постоит. Хорошая неделя. На килоградуцах уже и будет. А в пятницу холода. Зарезаны, там тоже короче. Вон, два. У Вас хватит листов-то, Колюшка? Не знаю. А там лист подняли-то целикалый был. Нет еще. Нет, вполне может не хватит. Ну, даже-то маленький был. Ну, опять же, веранды были. На верандах же был тоже металлочерепица. Была та веранда под металлочерепицей. Ну, здесь. У него не только ветвер был. Вот нам придется на террасу закупать. Ну, мы ходили, вроде есть такой цвет. Ходили, когда в Леруа. Да, кажется, быстро-быстро. Не так-то все быстро. До того они там доскачивают, вза-вперед. Я в разговечу, что он у меня начал. Часа три ушло. То не подходит, другое не подходит. Вроде и зло, я думаю, сейчас побыстро покрашиваю и все. Все, ребенушку. Конечно. Чеплицы поливать. Один там, да, нет у вас сегодня жены-то? А прушка-то у вас живет, что ли? Да, так. А-а-а. Ясно. Николай Александрович, крышу покрыл. Осталось немножко с той стороны. И буду делать конек. Красиво смотрится металлочерепица, конечно. Закат такой красивый, тепло. Я баньку затопила. Сейчас Колюшка там с Мишей доделает. Потом Колю попрошу. Он завтра возьмет штатив, камеру и все наверху вам покажет. Все, друзья мои, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok.